Здравствуйте! Новости на государственном телеканале Западной Армении. Главные темы дня. Президент Всеобщего Армянского благотворительного союза призвал США добиться освобождения незаконно задержанного в Азербайджане руководства Арцаха. 2 сентября ученики иранцев пойдут в школу в 40 метрах от новой границы. Родители опасаются за их безопасность. Тарик Зия Экинджи, 1915 год, Лидже и армяне. Сыны Западной Армении, фотограф Юсуф Каш. Когда я пела на армянском, 7 миллионов зрителей узнали о 44-дневной войне и что происходит в Армении. Анаит Бояджан, Баку, запретил въезд на свою территорию депутатам Пасе, проголосовавшим против его делегации. Балет Антуни, посвященный 155-летию Комитаса. Президент Всеобщего Армянского благотворительного союза Перси Дракян обратился к госсекторю США Энтони Блинкину с призывом добиться освобождения незаконно удерживая их в Азербайджане армянских заключенных, в частности бывшего руководства Республики Арцах. В письме, опубликованном на сайте, руководитель организации напомнил Энтони Блинкину о его собственном призыве к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву соблюдать международные обязательства и права человека и как можно скорее освободить всех несправедливо задержанных преддверий климатической конференции КОП-29 в Баку. Я говорю от имени многочисленных и разнообразных членов Всеобщего Армянского благотворительного союза по всему миру, но особенно в США. Мы все больше обеспокоены тем, что ваши слова не получили должного внимания и продолжают оставаться игнорированными. Важно отметить, что мы не слышали никаких новостей о скором освобождении армянских заключенных, в том числе восьми бывших членов правительства Арцаха, которые были арестованы, когда после нападения азербайджанских войск в сентябре прошлого года пытались покинуть страну с более чем 120 тысячами армян. В один день были арестованы три бывших президента республики – Арай Карутинян, Бакоса Акян, Аркадий Кукасян, также другие бывшие чиновники – Давид Бабаян, Ливон Нацаканян, Давид Ишханян и Давид Манукян. И это помимо бывшего государственного министра и ведущего благотворителя, сделавшего много для гуманитарных целей в Армении и за ее пределами Рубена Вартаняна, подчеркнул Перчи Сальдракян в своем письме. И это в дополнение к бывшему государственному министру, бывшему члену правления, а также ведущему филантропу Рубену Вартаняну, который много сделал для Армении и международных гуманитарных целей. Национальный совет Западной Армении поддерживает позицию президента Перчи Сальдракяна о необходимости освобождения всех армянских политзаключенных. 2 сентября ученики Киранца пойдут в школу, расположенную в 40 метрах от Новой границы. Об этом сообщил журналист Абуша Воскан Сарксян. Директор основной школы Киранца Володя Бабинян сообщил, строительные работы сельской школы бризятся к завершению. Внутренние отделочные работы закончены, ведутся работы по внешней отделке. Выразив надежду, что 2 сентября ученики Киранца посетят школу, расположенную примерно в 40 метрах от границы, разделенную дорогой и стеной, отделенной от недавно созданной границы. Бабинян отметил, некоторые родители обеспокоены вопросом безопасности школы, добавив, бывшая школа находится в аварийном состоянии. На вопрос о присвоении школе среднего статуса директор ответил, для этого должен быть приказ министра образования, науки, культуры и спорта. В новом учебном году в школе, рассчитанной на 100 мест, будут учиться 38 учеников села Киранц. В возрасте 99 лет скончался Тарих Зия Экинджи, один из ключевых деятелей сатистического движения в Турции и борьбы за права курдов. В книге Экинджи «Мои воспоминания от Лиджея до Парижа», изданные в 2010 году, включены важные свидетельства Армян Лиджея и Диар Бекира о событиях, произошедших в 1915 году и после. В 1965 году был избран депутатом Диар Бекира от рабочей партии Турции. Также был членом Высшего совета почета Ассоциаций медицинских работников Турции. Он был обвинен в пропаганде курдизм в соответствии со статьей 142.1 Уголовного кодекса Турции и приговорен к трем годам тюремного заключения в военной тюрьме Диар Бекира, где находился под стражей в течение двух лет. После военного переворота 12 сентября 1980 года Экинджи арестовывали пять раз. Сыны Западной Армении – фотограф Юсуп Карш. Юсуп Карш – известный фотограф-портретист. Неповторимый стиль и талант открыли ему доступ к самым известным личностям и лидерам 20-го столетия. Юсуп Карш родился в 1908 году в расположенном на западе Армении городе Мардин во время заката Османской империи. Юсупу довелось пережить геноцид. Я видел, как убивали моих родных. Моя сестра умерла от истощения, когда нас гнали от деревни к деревне. Семья отправила его в Канаду к дяде. В Оттаве Карш провел всю оставшуюся жизнь. Именно дядя подарил Юсуфу первый фотоаппарат и определил его в ученики к армянскому фотографу Джона Гаро, у которого он совершенствовался в искусстве фотографий, чтобы позже начать работать самостоятельно. Среди работ Юсуфа Карша – патриоты Уинстона Черчилля, Эрнста Хемигуэя, матери Терезы, Уолта Диснея, Одри Хепперн, Мохаммед Али, Фиделя Кастро и Дуэтта Эйдзенхауэра. Французская певица армянского происхождения Анаит Бояджан поделилась своим опытом участие в французском музыкальном проекте «The Voice», рассказав о ситуации в Армении и 44-дневной войне. Анаит признается, что с детства мечтала участвовать в конкурсе, но не могла определиться, какие именно песни представить. В начале 2021 года, когда война в Арцахе еще продолжалась, Анаит решила принять участие в проекте, исполнив песню на армянском языке, чтобы выразить свой гнев и разочарование. Исполнение тронуло и заинтересовало 7 миллионов человек, после чего многие начали задавать вопросы о ситуации в Армении. Во Франции многие не имели и представления о том, что происходит в Армении. Армянское исполнение получило широкий резонанс, привлекая внимание к войне. Анаит подчеркивает, мои песни – это не просто музыка, это история. Оставаться армянкой в диаспоре сложно, и эта борьба отражается в моем творчестве. Многих заинтересовала ситуация в Армении, и я призвала их посетить страну и видеть все своими глазами. Оставаться армянкой и петь на армянском языке – это не только сохранение культурной идентичности, но и мощное заявление, которое превосходит повседневные трудности. Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список персон нон-гранта. До восстановления мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Баку, заявил руководитель пресс-службы МИД Баку Айхан Гаджидзаде. Комментируя высказывания депутата Франка Швабе в адрес Баку, передают азербайджанские СМИ. В связи с этим Гаджидзаде отметил, что в Баку наблюдается политическая стабильность и прогресс, добавив, что шаги Баку по освобождению оккупированных территорий, также независимая политика Азербайджана, не соответствует комарным намерениям таких личностей, как Швабе. Ранее Швабе заявил, что Баку много лет подкупал депутатов ПАСЕ и должен освободить политзаключенных. На сцене Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спинтиаряна состоится большая премьера, посвященная 155-летию Комитаса. 26 и 27 сентября Национальный академический театр оперы и балета представит балет Антуни. Мерцающий свет свечи вырисовывает загадочные образы теней. Антуни погружен в раздумья. Как возродить хазы, как вернуть к жизни музыкальные произведения предков описывают балет в театре оперы и балета. Композитор Эдгар Ойганисян, музыкальный руководитель и дирижер Карен Дуркарян, балетмейстер-постановщик Максим Мартирусян, балетмейстер-реставратор Сусанна Мартирусян, художник-постановщик Минас Аветисян, художник-реставратор Нарек Аветисян. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!